Пермская художественная галерея В двух залах художественной галереи вы увидите и ранние работы художника, и картины, написанные после войны, в которых автор хотел отразить всю пережитую боль и память о погибших друзьях. Куда ведет душа? Так называется новая выставка в арт-резиденции. Фотохудожник Виталий Волкоморов показывает здесь лучшие работы последних лет. Это художественное фото. Это отчасти постановочное фото. Идея зарождается в голове, а потом уже я подбираю подходящих персонажей, и уже если они соглашаются, и мы друг друга хорошо понимаем, и получается вот такая фотосъемка. Но иногда получается и на репортажах такие снимки театральные, то есть тут как бы нету жесткой границы. Здесь много черно-белых снимков, художник признается. В некоторых фотоисториях цвет лишний, а монохромные фотографии позволяют концентрироваться на объекте, лучше передать состояние, которым хочет поделиться художник со зрителем в жанре своеобразного фототеатра. Фольклорный ансамбль из Юсивы встречает первых посетителей выставки-гостиной чудные воспоминания первого профессионального коми-пермятского скульптора, члена Союза художников России Валентины Ракишевой и ее творческой мастерской Кудым-Арт. От слова «чуть» чудные. И эти воспоминания связаны с моим детством. Все ассоциации о коме я перевела в свои вот эти вот работы. Это костюм моих бабушки, прабабушки. Это ком-пермятский костюм. Значит, на мне действительно настоящая раритетная рубаха ком-пермятская с вышивкой дубас. Здесь скульптуры, графика и арт-объект, развивающие творческие идеи художественно-промышленной мастерской Субботина-Пермяка. Отдельный зал посвящен богатырю Кудым-Ошу. Зрители окажутся, как будто у него в гостях увидят богатырской величины предметы коми-пермятского быта. Еще одна выставка «Кругосветная литературная резиденция Колобок» откроется в артрезиденции во вторник, 10 ноября. Этих колобков сделали пермские школьники и отправили в путешествие по миру, знакомиться с другими сказочными персонажами. На выставке расскажут об этом путешествии в города Бабрасима-Перми, в Китай, Индонезию и разные регионы России. Практически во всех культурах и странах имеются подобные истории про съедобных товарищей. Допустим, от Джонни Пончики, пряничном человечке, рисовом шарике и тому подобное. Во время проведения выставки будут проходить мероприятия, это отчеты о путешествиях. Напомним, вход на все выставки артрезиденции свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова